Добрый вечер! Сегодняшний день исторически и для Украины, и для Европейского Союза. Сегодня синхронно Верховная Рада и Европарламент ратифицировали соглашение об ассоциации. Сразу же после голосования прямо в сессионном зале закон подписал президент Украины Петр Порошенко. В свою очередь документ подписал председатель Европарламента Мартин Шульц. Соглашение вступит в силу 1 ноября, и именно этой теме сегодня посвящена вся программа «Важный день». И обсуждать европейское будущее Украины будем с важными гостями. Валерий Гончарук, политический эксперт Агентства моделирования ситуации, и Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям МИД Украины. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, 355 из 381 присутствующих народных избранников Украины проголосовали за ратификацию соглашения об ассоциации. Как это было? Давайте посмотрим. За 355 решения принято. Витаю! Итак, Дмитрий, что мы получили? Мы полностью ратифицировали весь полноценный пакет евроинтеграционного документа. Что далее? Далее самое сложное. Каким бы ни был сложным путь к ратификации, еще более всегда сложным является имплементация. Поэтому сейчас все усилия государственной власти должны быть направлены на то, чтобы имплементация соглашения об ассоциации превратилась действительно в дело общенациональной важности. Об имплементации чуть позже. А вот сам факт ратификации синхронно вместе с Европарламентом. Что это дает Украине? Синхронная ратификация была важным символом, но имеющим не просто символическое, а и практическое значение. Эта инициатива была выдвинута нашими европейскими партнерами. Они этим хотели не только нас поддержать, но и показать, что Европейский Союз и Украина готовы действовать синхронно в преодолении тех проблем и в борьбе с теми угрозами, которые сейчас стоят перед Европой. Потому что то, что происходит на востоке Украины, это угроза не только нашей стране, но и Европейскому Союзу. Валерий, что же получила Украина после ратификации соглашения об ассоциации, которая перед этим была разделена условно на политическую и экономическую часть? На самом деле не стоит преувеличивать сегодняшние события. Понятно, что мы движемся в направлении евроинтеграции, этот шаг важен, но надо понимать, что Украина не стает членом Европейского Союза автоматически, об этом даже не идет речь. Кроме этого, само соглашение вступает в силу только через год. Уже определенные такие договоренности существуют по этому вопросу. И это время, которое дается, фактически это время для украинских предпринимателей, для того, чтобы они могли адаптироваться. Это определенный шанс, но как он будет использоваться, зависит от государства украинского в целом и в том числе от определенных экономических секторов Украины. Вот, собственно, об отсрочке введения зоны свободной торговли поговорим чуть-чуть позже. Я хотел бы сделать акцент на том, что сразу же одним из первых законов после ратификации соглашения об ассоциации Верховная Рада приняла постановление о европейском выборе Украины, которым фактически подала заявку на вступление в Европейский Союз. За это решение проголосовали 298 народных депутатов. Это еще не уверенный шаг к тому, что мы все-таки стремимся в Евросоюз и стать членом, полноценным членом этого сообщества. Даже при самых скептических украинских правительствах путь евроинтеграции никто практически не оспаривал. Все говорили, что Украине нужно двигаться в Европу. Другой вопрос, что как это... Но события октября прошлого года показали немножко другое. Как это было на самом деле. И то, что действительно, если бы эта имплементация была год назад, наверное, мы бы сегодня говорили совсем о других вещах. Потому что не было бы тех трагических событий, которые были на Майдане, с Крымом связаны и с восточными областями Украины. Поэтому это шаг, он очень важный шаг. Но я бы еще раз сказал, что я бы не стал его переоценивать. Дмитрий, вот когда Европарламент сегодня голосовал за ратификацию документа, я хочу также напомнить нашим зрителям, что в Европарламенте высказались 535 евродепутатов за ратификацию этого документа, и 697 евродепутатов против были 127, и еще 35 воздержались. Почему вот все-таки определенное количество евродепутатов не хотели ратификации этого соглашения? Как вы считаете? Ну, потому что в Европарламенте представлены самые разные политические силы, которые не ориентируются непосредственно на позицию своих государств, а государственные члены Европейского Союза, а руководствуются политическими интересами. Поэтому представители левых партий, которые традиционно имеют очень тесные связи с Россией, представители правых партий также являются классическими евроскептиками в отношении Украины. Именно они составили тот костяк, для которой проголосовал против. А в чем, собственно, этот скептицизм возникает? Какая причина? В чем скепсис? Ну, есть политики в Европе, которые принципиально выступают против какого-либо развития отношений с потенциальными будущими членами или государствами вне Европейского Союза, развития отношений такой глубины, усматривая в этом, например, риски для своего рынка, риски для миграционного характера. Плюс, абсолютно, есть группа, которая чисто по политическим и идеологическим причинам выступает за то, чтобы синхронизация была интеграции Украины с Европейским Союзом с соответствующим развитием взаимодействия между ЕС и Российской Федерацией. Есть открытые лоббисты России, они, в принципе, даже этого не скрывают. Действительно, есть крайние политические силы, так называемые евроскептики, которые вообще скептически относятся к развитию Евросоюза. И тем более идеи расширения Евросоюза на восток. А Украина является таким потенциальным членом в будущем. Они сегодня выступают против. Но я бы в этой ситуации сказал так, что врагов в Европе у Украины нет. На самом деле, сегодня ситуация в руках самой Украины. И то, как мы будем проводить реформы, насколько они будут действенны, насколько наша экономика будет идти вперед, зависит только от нас. Экономика чуть-чуть попозже. Меня интересует вопрос европейского сообщества. Почему не было такого единогласия, как в украинском парламенте? Европейский союз – очень сложное сообщество. Это не одно государство. Это очень разное государство с разными интересами. И в зависимости от того, какие они интересы преследуют, так решается вопрос и украинский, и в том числе и другие. Есть противоречия между Германией и другими странами. Между Германией, например, и Объединенным Королевством. Есть противоречия между южными странами Греции, Кипром, Испанией, Португалией и Германией. Поэтому все решения у них принимаются как консенсусом. Но нужно понимать, что в принципе к Украине есть очень и очень позитивные отношения. И этот шанс, который имеет Украина, надо просто использовать. Хорошо. Если уже дело дойдет до имплементации этого соглашения, какая будет позиция, как вы говорите, про российских этих лоббистов? Ну, в том-то и дело, что затягивание вопроса, оно может быть очень опасным. Потому что на что надеется Россия? Россия надеется на изменение политической ситуации в Украине, изменение власти, возможно, получение новых аргументов. Потому что нужно понимать, что в Украине будет очень тяжелая зима, если будет там холода. И вот эти все решения могут именно позицию Украины послабить. В том понимании, что политическая элита Украины может снова сделать шаг назад. Но на это надеется Россия. Возможно, Евросоюз тоже будет тяжело переносить зиму. И он увидит, что российские преференции сегодня намного лучше, чем вот такие перспективы евроинтеграции Украины. Дмитрий, вот когда действительно дело дойдет до имплементации, что будет с позицией пророссийских лоббистов? Действительно, вот мы переживем зиму. И что будет дальше? Ну, пророссийские лоббисты в Европейском Союзе прежде всего делают ставку на два аргумента. Первый аргумент для них заключается в том, что нужно сотрудничать с Россией, Европейскому Союзу, и не идти на жертвы экономического характера ради Украины. Этот вопрос непосредственно привязан к санкциям, которые мы сейчас имеем. А второй блок вопросов, это как раз идеология. То есть будут всегда давить на вопросы трудовой миграции, будут подниматься темы какой-то проблемности украинских компаний или украинских граждан для европейского рынка. Все эти темы будут муссироваться, но абсолютно согласен с экспертом в том плане, что Европейский парламент является самым лояльным институтом ЕС в отношении Украины. В Европе сейчас доминирует проукраинская оппозиция. Расшатать ее будет очень сложно. То есть критика Украины, такая субстантивная, она будет оставаться маргинальной при условии, что мы сами себе не испортим жизнь и не наделаем каких-то чудовищных ошибок, которые отвернет от нас Европу. И вместе с тем, одна из шести частей соглашения об ассоциации, собственно, соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, отложено до 31 декабря 2015 года. В МИДе отложение введения зоны свободной торговли назвали беспрецедентным жестом поддержки Евросоюзом Украины. Я же напомню, что накануне в Брюсселе по результатам трехсторонней министерской встречи в формате Украина-ЕС-Российская Федерация были достигнуты важной для Украины договоренности. И вот, собственно, что сказал Павел Климкин, руководитель Украинского внешнеполитического ведомства. Это реальный вклад каждого. Это путь к Европе, к Европейскому Союзу, к европейским ценностям, к европейским стандартам и к пониманию Европой того, что мы являемся неотъемлемой интегрированной частью Единой Европы. И мы сможем отказаться от этого соглашения, только когда поставим подпись в соглашении про членство в Европейском Союзе. И вот сейчас хотелось бы обсудить плюсы и минусы от срочки введения соглашения о зоне свободной торговли. К нашей беседе присоединяется Олег Устенко. Он сейчас с нами на прямой видеосвязи. Олег Устенко, напомню, исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине. Господин Устенко, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, все-таки какие плюсы и минусы в первую очередь для Украины интересуют с украинской точки зрения в том, что по сути соглашение откладывается на определенное время? Ну, то есть, если говорить по поводу плюсов, очевидно, есть преимущества для Украины открыты европейские рынки, дополнительно открыты, снижены тарифные ограничения, фактически они сведены до нуля. Это означает, что украинские экспортеры могут более свободно продавать свою продукцию на территории Европейского Союза и не будут платить ту таможенную пошлину, которую должны были платить ранее, что они, в общем, постоянно делали. Это определенная сумма экономии. Я понимаю, что с точки зрения расчета, который сделали европейцы и украинские экспортеры, смогут сэкономить порядка двух миллиардов долларов до конца этого года. Я бы предположил, что, скорее всего, эффект на следующий год тоже должен быть в районе этих цифр. Но что касается больших минусов, на мой взгляд, то, прежде всего, все-таки вопрос неоднозначный или не окончательно решен. Это останавливает очень многих потенциальных инвесторов, которые вроде бы и не против были бы зайти на Украину с точки зрения того, что имели бы возможность продавать свою продукцию. Здесь, со стороны Европейского Союза, беспошлино они этого не сделают. И речь идет по поводу, прежде всего, перемещения части европейских производств. В данном случае, вряд ли на протяжении 2015 года Украина стала бы в цепочке производственно Европейского Союза. Раз. А второе, все-таки я не принимаю аргумент, когда говорит украинская сторона по поводу того, что мы получаем дополнительный уровень защиты. Да, это так. С одной стороны, украинские товаропроизводители защищены, потому что на протяжении до конца 2014 и на протяжении 2015 годов на украинскую территорию таможенную не будут попадать товары с территории Европейского Союза без пошлины или, по крайней мере, с минимизированными пошлинами. Олег, вот интересует вопрос украинского производителя. Воспользуются ли они этим случаем модернизировать свое производство, привести свою продукцию к европейским стандартам за, по сути, короткий срок, практически год? Нет, однозначно нет. И я скажу, почему. Я прекрасно помню вступление Украины в ВТО, равно как и вступление в ВТО целого ряда стран до Украины и после Украины. Как правило, идут серьезнейшие баллы по поводу того, давайте защитим ту или иную индустрию. И речь шла в различные времена о разных индустриях. В примере к Украине, например, была автомобильная отрасль. В рамках ВТО ей давали так называемый infant industry status, статус такой зарождающейся индустрии. И на протяжении длительного периода времени, фактически пяти лет, украинские товаропроизводители автомобилей могли получать преимущество. Но я не видел активной инвестиции в модернизацию своих предприятий. К сожалению, мне кажется, ситуация такова, что до тех пор, пока петух жареный, извините, не клюнет, никто ничего толком делать не будет. А что должно случиться, чтобы этот жареный петух клюнул? Какие обстоятельства должны произойти? Должен был быть. В данном случае, мне кажется, было бы полезно, чтобы был подобного рода шок. Открытие границы, снижение тарифных барьеров. То есть не откладывать введение вот этого беспошлиного вида торговли для украинского производителя? Правильно, да. Я понимаю, что это решение принято с точки зрения не только экономической или не столько экономической, сколько политической. Но эффект, к сожалению, будет отложен во времени. И я не верю в то, что украинские предприятия будут так активно модернизироваться. Но не забывайте, кроме всего прочего, что если бы им надо было бы сейчас модернизироваться, это был бы вопрос просто выживания. Олег, еще один тоже важный вопрос. Буквально очень коротко. Вот сегодня появились комментарии экспертов и аналитиков, преимущественно из Запада, о том, что по сути Евросоюз пошел на уступки для России, дабы из Украины эти товары не поступали на территорию Российской Федерации. Так ли это? Я думаю, что европейские... Ну, во-первых, это так. Европа была подвержена давлению со стороны России тоже. Хотя, если вы видели официальные комментарии, официальные комментарии большей части европейских чиновников состояли в том, что Европа пошла на это по просьбе Украины. Поэтому есть разное толкование этого с разных сторон. Но определенно очевидно, что в данном случае ничего не изменится. Есть так называемое правило происхождения товаров и соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, равно как и между любыми другими государствами, которые имеют соглашение о зоне свободной торговли, всегда пользуются правилом производства товаров страны-производителя. И в данном случае то, что хотела бы Россия с точки зрения дополнительных гарантий, это, в общем-то, понятно. Но это также понятно и то, что эти гарантии могут быть предоставлены. Другой вопрос, что, насколько я понимаю, российская делегация много раз рассказывалась по поводу целого ряда и других моментов, которые для них казались спорными. В том числе и таких совершенно, которые можно понять, но принять вряд ли возможно. Например, если речь идет по поводу того, что на украинский рынок будет поступать больше европейских товаров, уровень конкуренции повысится, а это значит, что будет сложнее выживать, например, российским импортером на украинском рынке. Но ответ на такого рода вопрос может быть только один. Господа, вкладывайте дополнительно в развитие своих компаний свою продукцию, повышайте конкурентоспособность своей продукции. Поэтому, в общем-то, это законный и правильный аргумент, который, еще раз говорю, можно понять, но принять в хорошей экономике, конечно, нельзя. Олег, спасибо большое вам за комментарий. Напомню нашим зрителям Олегу Стенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине, был с нами на прямой видеосвязи. Дмитрий, вот, собственно, мнение, экспертное мнение относительно того, что, в принципе, отложение введения зоны свободной торговли для украинского товаропроизводителя не будет таким стимулом, дабы украинский товаропроизводитель переходил на европейский стандарт производства. Как вы относитесь к такой точке зрения? Ну, я вот с аллегорией про петуха абсолютно согласен. И, на самом деле, мы станем европейцами тогда, когда избавимся от этого подхода, который присущ не только производителям, но и, в принципе, абсолютному большинству украинских граждан, пока на тебя не навалится какая-то страшная беда, ты сидишь и ничего не делаешь. Но вы согласны с мнением Олега, что, в принципе, нужно было не откладывать введение нулевой пошлины для украинского товаропроизводителя, а действовать методом шоковой терапии? Не согласен, потому что, кроме аспекта украинского товаропроизводителя, в этой ситуации существует еще целый ряд других аспектов. И Олег абсолютно справедливо на них указал. То есть, если бы это касалось только производителей, то да, лучше бы провести для них шоковую терапию, и тут я полностью с ним согласен. Но конкретно в этой ситуации смешалось несколько факторов. И давайте думать не только, например, об интересах производителя или об интересах украинского потребителя, который получил бы более дешевые и качественные европейские товары, но и об интересах украинского бюджета банального, который еле-еле латает дыры, и для которого поступление от таможенных сборов, которые сохраняются, является важным элементом. Плюс там накладывается еще политический сегмент. Поверьте, такие решения, которые были приняты, как от того решения, которое было принято в Брюсселе, оно должно учитывать массу факторов для того, чтобы действительно сработать. И именно таким оно является. Валерий, ваше мнение? Ну, здесь трудно что-то еще сказать. Нужно учитывать, что действительно это вопрос не столько экономический, сколько политический. Действительно, основное давление шло со стороны Российской Федерации. Потому что Россия все-таки рассматривает сценарий отыграть назад эту ситуацию. И планы там того же таможенного союза у нее еще остаются. И Украину она рассматривает как главный геополитический свой актер. Ну, также надо понимать, что рассчитывать, что сейчас в Украину придут инвестиции, которые смогут переделать эти предприятия, которые не могут на европейском рынке быть конкурентами, наверное, не приходится. Все-таки пока в Украине война, никакие инвестиции сюда не придут. И поэтому те товаропроизводители, которые есть в Украине, они и так выживают в сложных сейчас условиях. При этом, что у нас потенциально открывается европейский рынок, но в то же время закрывается российский рынок. А по объемам это где-то 50 на 50. То есть где-то 30-40% туда, 30-40% сюда. Но рано или поздно придется товаропроизводителю переходить на европейский стандарт. Почему не сделать этого сейчас? Безусловно, мы искусственно поддерживаем тех, кто не могут бороться в условиях рынковой экономики. Безусловно, когда мы идем навстречу товаропроизводителей, нужно думать и о банальном покупателе. И действительно, какие он товары будет покупать? Дорогие, дешевые, европейские, качественные или не совсем качественные, но украинские? Наверное, что украинский потребитель, он бы выбрал качественные товары. А как относительно шоковой терапии для украинского производителя? Вы согласны с таким мнением, что было бы лучше все-таки играть на равных в этой ситуации? Я скажу таким образом, что действительно сейчас очень неудобное время для проведения реформ. Но нужно понимать, что удобного времени никогда не может быть. Всегда найдутся какие-то причины. И в этой ситуации просто-напросто нельзя ставить альтернативу. Или военные действия на Востоке, или реформы. Нужно решать вопрос и на Востоке, и проводить реформы. Времени оттягивать уже нет. А практически сейчас решается судьба дальнейшей Украины. И если Украина в экономическом плане не покажет прогресс, не стоит рассчитывать, что нам будут позитивно относиться те же крымчане или жители Восточной Украины. Здесь должен быть рывок. Дмитрий, вот как вы прокомментируете мнение международных экспертов и аналитиков относительно того, что в принципе от отложения подписания соглашения о свободной торговле, создания зоны свободной торговли, немножко, а может быть и немножко, да, в зависимости от того, как посмотреть на вопрос, выиграла Россия. Это очень популярный тезис, и не только за рубежом, но и в Украине он сейчас доминирует. Но он не является вполне корректным. Потому что, опять же, эта ситуация не может рассматриваться исключительно через экономическую такую линзу. Прежде всего, от того решения, которое было принято в Брюсселе, от того, что ратифицировано соглашение об ассоциации, выиграла Украина. Я готов настаивать на этой точке зрения. Выиграла она по той простой причине, что нам удалось избежать главного. И давайте не будем об этом забывать. Главное требование России всегда и до последнего, вплоть до вчерашнего дня, было так или иначе предусмотреть возможность внесения изменений в соглашение об ассоциации. Вот это та красная линия, через которую Украина никогда бы не переступила, по той простой причине, что вносить изменения в ассоциацию, это означает вскрывать пакет. Это означает новые все процедуры согласования, переговоров, получения мандатов. И соглашение об ассоциации превратилось бы в какую-то еще более долгосрочную перспективу. Вот как раз по этому поводу у нас есть комментарий евродепутата Ребекки Хармс, и предлагаю ознакомиться с ее мнением. Я рада тому, что мы поддержали договор об ассоциации как Европарламент, так и Верховная Рада. Мы проголосовали почти на 100% одновременно. Мы думаем, что это еще один шаг вперед в наших отношениях. Я полностью поддерживаю договор об ассоциации с Украиной. Но есть сомнения по поводу компромисса во взаимоотношениях между Еврокомиссией, Украиной и Россией в разрезе торговой части договора. Мы вынуждены учитывать мнение России в торговых вопросах. Сегодня мои коллеги сказали, что ни одна запятая, ни одно слово не будет изменены по следам переговоров о торговле между Россией, Украиной и ЕС. Надеемся, что сказанное сегодня ни один из еврокомиссаров, как и Совет Безопасности, не забудут. Мои коллеги готовы на 100% поддержать Украину в такие тяжелые времена, которые еще предстоит пережить в плане поставки энергоресурсов и обеспечения отопления, особенно зимой. В этом направлении ЕС обдумывает программу действий. Дмитрий, ну вот, собственно, одно из последних заявлений из Российской Федерации. Вопреки подписанным 12 сентября договоренностям с ЕС и Украиной, Россия намерена ввести пошлины на украинские товары. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. По словам чиновника, российское правительство должно утвердить постановление о вводе пошлин для Украины, а лишь затем откладывать его применение, если Киев и Брюссель выполнят свое обещание. Прекрасная новость, я очень рад, что вы ее процитировали, потому что она является подтверждением того, что Россия совершенно не счастлива и не празднует победу в связи с достигнутыми компромиссами и подписанием и ратификацией соглашений. Геополитически и стратегически Россия Украину проиграла. Вот просто, ну, здесь она потерпела поражение. Украина подписала и ратифицировала соглашение об ассоциации. Теперь мы, конечно, станем свидетелями вот такой ежедневной возни, подобные сообщения будут приходить к нам, я думаю, если не ежедневно, то ровно через день, когда Россия будет чего-то требовать пересмотреть, куда-то вклиниться, чего-то там проконсультироваться. А в этой новости самый важный момент в следующем. Улюкаев сказал, что они хотят принять постановление о введении ограничений и тут же его отсрочить. То есть они, по сути, хотят создать паритетную ситуацию. Это шантаж получается. Ну, так это ж политика. Ну, в частности, на заявление российского чиновника уже отреагировал Карл Дегюхт, еврокомиссар по вопросам торговли. Он заявил, что подобный шаг России заставит ЕС досрочно ввести в силу экономическую часть соглашения с Украиной. Кроме того, это уже продолжение заявления непосредственно российского чиновника Алексея Улюкаева. Он выступил против ответных санкций России в отношении западных стран. Дал лишь понять, что санкции могут навлечь большие риски на своих собственных потребителей. Ну, вот опять-таки, возвращаясь к ситуации с Россией. Да, мы будем настаивать на том, чтобы Украина все-таки не получала такие привилегированные какие-то условия для торговли с ЕС. Ну, и с другой стороны, подождем, посмотрим. С 1991 года Украина имеет такие независимые отношения с Россией и уже привыкла к российской экономике, которая очень политизирована. И эти решения, которые принимаются, это исключительно политические решения. Но можно вспомнить, что Россия неоднократно вводила всякие санкции по отношению к украинским товаропроизводителям. Это были и... Ну, торговые войны, так называемые. Мы были свидетелями знаний. И, по сути, вот те, кто работает на российском рынке, предприниматели, они прекрасно это знают. Они уже более-менее к этому привыкли. И еще какие-то дополнительные санкции Украину уже очень сложно испугать. Есть один очень большой вопрос и очень большая зависимость как Украины, так и Европейского Союза от России. Это нефть, это газ. И фактически 80-90% того, что поставляет Россия, стратегического, это газ, это нефть. Но сейчас эта цифра уже меньше. Да, меньше. И что важно, что вот эта ситуация, которая возникла на востоке страны, там шантаж со стороны России, заставляет задумываться саму Украину, заставляет задумываться Европейский Союз. И искать альтернативные пути энергозабережения. То есть диверсификация поставок энергоресурсов, это понятно. Если говорить о досрочном введении соглашения о создании зоны свободной торговли, что для этого должно произойти? Какие условия должны настать? Я так тоже ответный вопрос хочу поставить. А что еще может быть больше, чем российская оккупация Крыма и российская оккупация Донбасса? Ну, надо понимать, что мы уже находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. Сейчас говорить о каких-то там экономических санкциях по отношению Украины, это просто несерьезно. Дмитрий, ваше мнение, что должно произойти там на рынке, да, либо, может быть, в политике, в экономике, чтобы соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС заработало досрочно? И в том, что оно, по сути, в одностороннем порядке заработает и так досрочно, очень быстро, в рамках автономных преференций, которые предоставлены нам Европейским Союзом. Вот что может сделать Россия сейчас, на самом деле, этот рычаг у нее остается. Есть ряд предприятий украинских, расположенных в восточных областях, которые сейчас лишены проклятия в виде каких-то там элементов Новороссии, живут в мире и спокойствии. Они могут точечно обрубить экономическое взаимодействие с этими предприятиями, их закупки, таким образом создать кризисную ситуацию, по сути, лишив рабочих работы, зарплаты и резко эскалировав социальную напряженность. в этих регионах, то есть создать предпосылки для дальнейшего негативного развития ситуации. Мы об этом инструменте не должны забывать, потому что сейчас, когда мы входим действительно в тяжелейшую зиму, во всех смыслах тяжелейшую зиму, любое ущемление экономических возможностей и прав наших граждан будет восприниматься крайне болезненно, и рост социальных протестов будет неизбежен. А в целом, на данный момент, скажем, на момент достижения результата в Минске еще, Россия уже сделала все, что могла. То есть она переступила уже через все и пошла даже на шаг, который не собиралась изначально делать, вводить свои регулярные части уже так массово и фактически начиная войну. Дмитрий, я не случайно спросил о результатах голосования Европарламента за сегодняшнюю ратификацию соглашения. Как мы видели, что более 130 евродепутатов, как мы с экспертами пришли к выводу, что это пророссийские лоббисты, не захотели ратифицировать это соглашение. Не будут ли эти пророссийские лоббисты и дальше нагнетать ситуацию, дабы потом все-таки действительно это соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕС и Украиной начало работать досрочно? Ну, поскольку они лоббисты, у них работа такая, нагнетать ситуацию, и они именно этими будут заниматься. Но я еще раз подчеркну, что эта группа является маргинализированной в Европейском парламенте и не сможет оказывать решающего влияния на те решения, которые принимаются. Ну, фактически мы имеем меньшинство из меньшинства. Поэтому они не являются там большинством, они не доминируют, они не определяют вообще европейскую политику. Тем более, что Европа, она, возможно, действует очень медленно, но она действует очень так прогнозировано в своих шагах. И если она уже избрала такую модель поведения с Украиной, Европейский Союз точно уже не отступит. А то, что украинская власть может быть непредсказуемая, ну, последний год это очень ярко подчеркнул. Хорошо, а какая вероятность все-таки того, что это соглашение заработает досрочно? Ну, вероятность такая существует. Ну, 50 на 50 понятно, либо будет, либо не будет. Мне кажется, что то, что сделали пролонгацию именно на год, это, наверное, тот компромисс, который в данной ситуации устроил и украинскую сторону, устроил и сторону Европейского Союза и, наверное, устраивает Российскую Федерацию. Понятно, что самой Украине к этому тоже неоднозначно относятся. Но, наверное, что вот есть такое понимание, что это тот нужный компромисс в данной ситуации. Дмитрий, а вы как считаете? Вот какова вероятность реализации такого сценария? Мы видим, что сейчас, ну, опять-таки, возвращаясь к разговору с Олегом Устенко, что вряд ли украинские производители воспользуются такой уникальной возможностью модернизировать, подготовить свою продукцию к европейским стандартам и в результате получат вот тот самый шок, о котором мы говорили, как вариант развития ситуации. Вот господин Устенко, он начинал говорить фразу и не завершил ее, вы задали другому вопрос, а он очень правильный акцент сделал. Он сказал, что сейчас такой шок стал бы вопросом физического выживания для украинского производителя. То есть одно дело получить шок, когда ты себя чувствуешь нормально и ты просто шокирован и быстренько начинаешь принимать антикризисные меры. И другая ситуация, когда бизнес и экономика находятся в глубоком кризисе, бизнес находится физически на грани выживания и тебя еще добивают дополнительным тарифным давлением, дополнительным давлением в плане конкуренции. Поэтому для нашего производителя так или иначе эта ситуация является более выгодной в том смысле, что за год можно хоть как-то стабилизировать экономику, финансовую систему, и это задача государства, а не производителя, и создать предпосылки для того, чтобы, по крайней мере, наш производитель не ощутил смертельную угрозу от открытия двусторонних рынков. Хорошо, есть такой наглядный пример. Молдавия и Грузия, да, они ратифицировали соглашение об ассоциации немного ранее, чем Украина. Но они не получили таких привилегий относительно обмена товарами, условно скажем. То есть доступа на рынок. Почему для Украины делают такие уступки, хотя и Молдавия, и Грузия также имеют не очень хорошие отношения с Россией? Ну, не очень хорошая и открытая война, это как бы... Грузия пережила войну в Молдавии, часть территории также вот... Пережила в 2008 году, а мы переживаем ее здесь и сейчас. И Россия дала четко понять, что она готова двигаться дальше, дальше и дальше все сильнее в защите своих интересов, таких, какими она их себе представляет. Для Украины действительно Европейский Союз сделал уникальное исключение. Это без преувеличения. Пойдя, фактически Европа согласилась в убыток себе, а в Европе очень прагматично и всегда ведет переговоры таким образом, чтобы максимально защитить свой интерес. Они в экономический убыток себе идут на компромисс ради достижения политического результата. А политический результат, первый, это ратификация соглашений. Это критически важный момент, потому что это юридические обязательства. Курс становится необратимым. И второе, они дают нам паузу, чтобы мы здесь навели порядок, провели реформы, стабилизировали экономическую ситуацию и смогли более подготовленными войти в режим свободной торговли с Европейским Союзом. И вот тоже, опять-таки, сегодня Верховная Рада сразу же после того, как проголосовала за ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в закрытом режиме проголосовала за два очень знаковых закона об особом статусе Донбасса и амнистию боевиков. Немножко позже мы рассмотрим каждый этот закон в отдельности. Общий сейчас вопрос, не являются ли эти законы ответом на взаимоотношения Евросоюз-Украина-Российская Федерация, плата за компромисс, условно говоря. Скорее всего, Украина-Российская Федерация, я не исключаю, что были и такие договоренности о предоставлении особого статуса Донецкой и Луганской области или частям этих областей. Ну и надо отмечать, что это все принималось в закрытом режиме, при том, что в закрытом режиме не сам процесс голосования, а обсуждения в обществе же не было. Никто не видел на самом деле этих законопроектов, о чем там идет речь. Но нужно в данном моменте спокойно к этому относиться. Почему? Потому что эта Верховная Рада, она уже доживает свой последний месяц и еще немного осталось. И буквально через месяц у нас будет уже новый парламент и новые политические силы. И я уверен, что и вопрос особого статуса Донбасса, вопрос амнистии, он снова будет поставлен. И если общество украинское не воспринимает этих идей, это будет отображено на уровне голосования. Хорошо. Вот в том законе, который сегодня приняли об особом статусе Донбасса, что такое особый статус некоторых районов Донбасса, вот согласно тому закону? Ну, идет речь о расширении местного самоуправления, предоставлении возможности больше оставлять налогов в регионе, предоставлять на культурные развития, вопрос языка решать, вопрос образования решать на местном уровне. Даже говорят, что есть там пункты о возможности местной милиции и более-менее так автономных единиц управления. Но я еще раз скажу, что в Украине есть конституция. И в этой конституции четко сказано, что Украина является унитарным государством. И никакого особого статуса, никакой автономии ни для Донецкой, ни для Луганской области там нет. Там есть одна автономия, Крымская автономная республика. Все. Поэтому в любом случае не идет речь об изменении конституции. И этот парламент на это не пойдет, просто не хватит у него голосов. А следующий парламент очень жестко подойдет к этому вопросу, именно предоставление этого статуса. Понятно. А вот если вот этот закон внес лично Петр Порошенко в парламент, и боевики не захотят его выполнять? Ну, они не признают украинское законодательство, они уже не признают украинскую власть. Поэтому любые законы, которые принимает Украина в отношении этих территорий, они их признавать не будут. И вопрос же в чем? Вопрос в том, что Украина на сегодняшний день не контролирует часть этих территорий. Ну, по сути, президент получит хорошую репутацию относительно того, что он пошел на эти уступки, да? Президент и страна, скорее всего, получают определенную строчку. Потому что все прекрасно понимают, что не эти законы, которые были приняты, не это перемирие, которое было принято в Минске, оно не решает вопрос Донбасса. Вопрос Донбасса может решить выведение российских войск и прекращение, собственно говоря, Россия перестала вмешиваться во внутренние дела Украины. Имя это может развязать. А это уже непосредственные переговоры. Поэтому проблема может сегодня приостановиться, но нет гарантии, что первым решением, которое будет после избрания парламента, это введение военного стана, состояния именно уже в Донецкой и Луганской области. Дмитрий, ну тогда с кем говорить? С кем вести переговоры относительно того, чтобы на Донбассе наступил мир? Ну, адресат этих переговоров хорошо известен и президент Порошенко регулярно проводит с ним переговоры, потому что ни у кого нету никаких сомнений насчет того, кто на самом деле определяет позицию террористов в этих отдельных районах Донецкой и Луганской области. Поэтому обязательство по выполнению достигнутых договоренностей, ответственность за выполнение договоренностей лежит не на террористах, которые могут себе позволить заявление любого характера, все равно они не влияют на суть процесса. Ответственность лежит на Российской Федерации. Мы абсолютно четко об этом заявляем. И именно Российская Федерация должна гарантировать, что в той мере, в которой Украина выполняет взятые на себя обязательства в рамках политического регулирования, Россия должна обеспечить выполнение своих обязательств там, где нужно напрямую и также через контролируемых ей террористов на Донбассе. И, Валерий, очень коротко. Все-таки, когда Украина станет полноценным членом Европейского Союза, ваш прогноз? Ну, мы избрали этот путь. Этот путь является стратегическим. Я думаю, что 5-10 лет это совершенно реальные сроки, если будет прекращена война и будет стабилизация экономического положения в Украине. Будем надеяться на то, что стабилизация ситуации на Донбассе наступит как можно скорее. В Киеве сегодня журналисты и общественные деятели почтили память Георгия Гангадзе. К церемонии присоединился и президент Украины Петр Порошенко. Он возложил цветы к памятной доске погибших журналистов на здании Национального союза журналистов в украинской столице. При этом было отмечено, что, несмотря на значительное улучшение отношений властей к журналистам, все еще остается много неразрешенных проблем. В частности, из-за военного конфликта на востоке страны 2014-й стал рекордным по потерям среди журналистов. В 2014-й, к сожалению, он стал просто лидером по фиксации всех фактов нападения на журналистов. Это и случай физического насилия, и случай убийства журналистов. Семь журналистов погибло. Мы всегда должны помнить не только Гию, но и то, за что он отдал свою жизнь. За то, чтобы Украина была свободной, за то, чтобы она была демократической, за то, чтобы наша страна была европейской. О других событиях в стране и мире расскажут мои коллеги из службы информации в 22 часа. На этом все. Я благодарю гостей за участие в программе. Завтра в 21 час на телеканале БТБ выйдет, как всегда, программа «Важный день». В ней и встретимся. Желаю всем и каждому тихого и спокойного вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин